Добрый день! В эфире музыкальная программа «Классическая феерия в лицах». Мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые вносят свой вклад в международный благотворительный проект «Классическая феерия». Сегодня наши гости-партнеры проекта, ставшие уже нашими хорошими друзьями, предприниматели Денис и Анна Чистякова. Здравствуйте! Привет! Людей, в принципе, можно разделить на две категории, которым с детства прививают классическую музыку и те, которые со временем приходят к ней. Вы к какому типу больше себя относите? К третьему. Это какой? Это, которым пытались в детстве привить. Но не получилось. Да. И сами мы еще, в принципе, не очень к ней дошли. А как по-вашему, чем отличаются вообще эти люди? Тем, к кому пытались привить и тем, к кому привили. Те, которые изначально, с детства, у них было классическое образование, классическая музыка как-то была в семье все время. И те, которые к этому пришли, они как-то эти люди отличаются или они ничем в данном случае? Наверное, это можно сравнить с тем, как ты идешь в горы с проводником, либо ты идешь в горы сам. Вот что для вас классическая музыка в целом? Для кого-то это может быть работа, для кого-то праздник, для кого-то отдых, для кого-то вдохновление. Что классическая музыка для вас в жизни? Я бы тут немножко по-другому сформулировал наше участие вообще в этом проекте. На самом деле, ключевое для меня здесь это не классическая музыка. А вот честно, ключевое для меня здесь это организаторы, на которых я смотрю и вижу, что они искренне это делают. И была бы это классическая музыка, либо там, не знаю, выставка животных или еще что-то. Вот, по-моему, это уже вторичное. Денис и Анна уже на протяжении двух лет поддерживают проект «Классическая феерия» и созданный на его базе детский фестиваль «Сонечная кома». Что для вас сам проект? Как пришла к вам вообще мысль? Что вас заставило в нем участвовать? Ну, я, наверное, опять повторюсь. То есть вот та искренность, с которой Саша и Алена пришли нам и рассказали о том, что такой проект существует, вот на самом деле она и покорила. То есть вот это люди, которые этим занимаются. Для меня другой момент. Давай. Возможность приобщить как бы украинских детей, в частности, потому что у нас у самих есть дети, к искусству мирового уровня. Потому что это музыканты с мировым именем, профессионалы, которых можно послушать в Украине и что не имеет как бы возможности сделать большинство людей, выехав за границу. Многие люди по-разному оценивают этот проект и пользу, которую он приносит. Кто-то считает, что это чисто благотворительность для детей, кто-то говорит о том, что он развивает культуру. По-вашему, в чем его основная польза? Здесь для меня есть два ответа. Первый, та польза, которую получаю я лично, несмотря на то, что мы инвестируем какие-то деньги в этот проект, то для себя лично я получаю пользу сразу. Во-первых, я попадаю на концерт, на который бы по каким-то другим причинам, может быть, и не пошел. Во-вторых, действительно, мы с Аней познакомились с музыкантами мирового уровня, и это приятное общение и приятные контакты. И третье, что получает город, что получают все люди. Ну, наверное, вместо того, чтобы смотреть телевизор с дурацкими новостями, лучше пойти и послушать мирового уровня музыку. Это точно. Что для вас проект «Классическая феерия»? Для меня «Классическая феерия» — это, я понимаю, как праздник, праздник музыки, к которому можно приобщиться детям, которые не имеют возможности по тем или иным причинам посещать подобные концерты. Для обучающихся музыкантов, послушать профессионалов, на что им равняться в будущем. И также личное общение с этими музыкантами, даже инструмент, скрипка Гварнери, само ее присутствие, сам этот звук в зале, в оперном театре — это что-то невероятное. Дирижер, карабец — это просто высочайшего уровня профессионал. И когда ты можешь общаться с этими людьми, видеть их работу, оркестра под руководством такого уровня музыкантов, это действительно праздник. Скажите, как вы считаете, вообще «Классическая музыка» сама по себе может ли каким-то образом влиять на общество? Конечно. Я знаю, что классическая музыка позитивно влияет на удой коров. Это я знаю. На общество, наверное, тоже. Всем, наверное, известна эта история, как Черчилль во время войны смотрел расходы, бюджет государства, да, и говорит, а где же, где же статья расходов на культуру? Зачем мы, ради чего мы воюем вообще? Зачем? Какой смысл в этом, если нет культуры? А «Классическая музыка» какое место занимает тогда в культуре по вашему? Наверное, «Классическая музыка» — это апофеоз, да, культура. То есть есть там ствол, есть ветки, есть листики, а «Классическая музыка» — это вот цветочки. Самый, так сказать, вот шик. И тогда еще такой вопрос. Скажите, а что мы можем делать или что можно посоветовать делать в нашем городе для того, чтобы классической музыки становилось больше? Чтобы классической музыки становилось больше, наверное, ее надо сделать более попсовой. Это как? Это, допустим, ежепятничный или ежесуботничный концерт, допустим, в парке Горького. То есть сделать более доступной? Да, сделать более доступной. И, может быть, пойти на не совсем классические ходы. Действительно сделать... Знаете, как вот сейчас играет мелодия Моцарта в телефоне, а дети говорят, что это мелодия Самсунга. Ну, вот, по-моему, для того, чтобы что-то сделать более массовое, его надо все-таки причесать под... Под современное. Да, да, да. Интегрировать, да, в современное. Еще такой вопрос. Первый раз, когда вы попали на этот концерт, вот после концерта атмосфера, состояние, впечатление, помните, как это было? Да, ощущения были возвышенные, действительно. Еще какое-то время в голове играла музыка, ритмы, мелодии. А можно историю, какая была на концерте? Сейчас, фигуру. Такой интересный момент был. Перед тем, как Данил выступал, скрипач из Германии, у кого-то в зале зазвонил мобильный телефон. Ну, а до этого же тысячу раз всех просили, выключите мобильный телефон и выключите. Он как раз вышел на сцену, и тут звонит мобильный телефон. И весь зал такой на этого бедного человека, у кого зазвонил телефон, типа, ну вот уже там загустились над ним все тучи. И Данил в эту же секунду повторяет на скрипке мелодию этого мобильного телефона. И настолько это разрядило обстановку, ну вот это был супер. Да, все тут же простили этого человека. Как по-вашему, каков уровень музыкантов, которые выступают на этом фестивале? Ну, это топ, мировые топ-музыканты. Профессионалы высочайшего уровня. Тогда сразу возникает другой вопрос. Как люди такого уровня приезжают в Харьков, находят время, тратят его, чтобы выступать здесь? Ну, мне кажется, что как раз это и есть доказательство того, что они музыканты высокого уровня. Потому что приезжая сюда на благотворительный концерт, не получая за это ни копейки, это как раз и есть доказательство их профессионализма. Я искренне считаю, что люди, которые достигли успеха в жизни, дальше могут получать кайф от того, что они этим успехом делятся. И этот случай тому тоже доказательство. Проект «Классическая фея». Судя по его размаху, там присутствует колоссальное количество на сегодняшний день спонсоров, меценатов, людей, которые готовы помогать. Но есть ли там еще место тем, кто хотят что-то сделать для проектов и для классической музыки в целом? Проекты есть куда развиваться. Украина очень большая страна, поэтому место для людей, которые хотят получить кайф от своей помощи, всегда найдется. Есть ли какие-то пожелания проекту «Классическая феерия» или «Свонищный кола»? Пожелания проекта, чтобы этот проект был не только в Харькове, а как минимум во всех городах-миллионниках. И приобретать еще больше партнеров, друзей, вовлекать бизнес-среду в это хорошее мероприятие. Ну и тем самым гарантировать себе проведение этого мероприятия на ближайшие годы. Мои пожелания таковы, чтобы этот проект поддерживало государство на уровне руководства города. Тогда будет больше возможностей, возможно, больше музыкантов будут привлечены к данному проекту. Развитие, еще раз развитие. Благодарим Дениса и Анну за приятную и познавательную беседу. А проекту «Классическая феерия» желаем еще больше заинтересованных партнеров. С вами была «Классическая феерия» в лицах. До встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok